МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрывы в метро потрясли северную столицу. Полиция российских городов переходит на усиленный режим. Блокбастер на улицах Сочи. Автоинспекторы из преследователей в одну секунду превратились в жертв. Какое-то количество детей будет в каждой квартире находиться. Вот они в какой детский садик поймут и в какую школу. Куда идти за знаниями? Вениамин Кондратьев потребовал запретить жилую застройку без школ. На вертолете его забрали сюда. За 40 минут доставили. Кипяток чуть не поломала жизнь маленького человека. Уникальная операция спасла будущее годовалого малыша. Это самый современный корабль Черноморского флота в настоящий момент. Морская звезда разворачивает орудие под Новороссийском. Адмирал Григорович сопроводил заморских гостей к себе домой. Тут чуть-чуть ты расслабился, на секунду все. Собственно, ты уже лежишь. Варежки и штаны вместо плавок мастера бить с лёта пошли в горы за снежными пляжами. Главные новости понедельника в материалах наших корреспондентов. Вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале Кубань-24. Здравствуйте. Мощный взрыв и невинные жертвы. Сегодня внимание всей страны приковано к страшной трагедии в Санкт-Петербурге. Теракт в метро унёс жизни. По последним данным, 10 человек, около 50 пострадали. По неподтверждённой пока информации, камера видеонаблюдения сняли организатора взрыва. Предположительно, взрывчатку он пронёс в портфеле. Взрывное устройство кустарного производства сработало в вагоне между станциями Технологический институт и Синная площадь около половины третьего дня. В результате вагон буквально разорвало пополам. Национальный антитеррористический комитет также сообщил о ещё одной несработавшей самодельной бомбе. Её обнаружили и обезвредили на станции Площадь Восстания. В сети появились фото этого предмета. По факту взрыва уже возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Вот что сообщили нам по телефону очевидцы трагедии. Эвакуировали людей из метро, в том числе и при помощи вертолёта. На месте ЧП работало более 40 бригад скорой помощи. В городе все станции метро до сих пор закрыты. Экстренные службы работают в чрезвычайном режиме. По поручению губернатора Санкт-Петербурга, сегодня весь надземный и городской транспорт работает бесплатно. Сегодня в северной столице находится и наш корреспондент Анастасия Боровикова. Она рассказала, что происходило в городе. Я нахожусь возле станции метро «Московская». Это синяя ветка от места, где произошла трагедия. Это несколько остановок. Эта станция закрыта, как и все остальные. Вход туда охраняют правоохранительные органы. Никого не впускают. И когда она будет работать, не говорят. Очень тяжело попасть из точки А в точку Б, потому что весь общественный транспорт переполнен. Вот за моей спиной как раз таки остановка, где люди ждут своей очереди, чтобы попасть на троллейбус или маршрутку. Соболезнение семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. Он заверил, что родственникам и пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Также телеграмму с соболезнением в адрес главы Санкт-Петербурга направил и губернатор края Вениамин Кондратьев. С завтрашнего дня в северной столице объявлен трехдневный траур. Семьям погибших в результате взрыва в метро выплатят компенсации. Для родственников открыта горячая линия. Ее телефон сейчас на экране. Также во всех аэропортах Петербурга и Москвы усилены меры безопасности. Полиция Кубани на усиленный режим не переходит. По словам представителей МВД, у кубанских правоохранителей достаточно сил и средств, чтобы обеспечивать порядок в штатном режиме. Возвращаемся в Краснодарский край. На западном обходе неизвестные подожгли сухую траву и по сути стали виновниками массового ДТП. Дорогу заволокло густым дымом. Видимость была практически новой. Столкнулись семь автомобилей. Водители просто не видели друг друга. От сильного удара легковая иномарка перевернулась на крышу. Несколько машин развернуло на проезжей части. В итоге один человек погиб, есть и пострадавшие. В этой аварии разбираются следователи, а полицейские разыскивают тех, кто поджег траву вблизи трассы. Еще одно серьезное ДТП произошло в Сочи, к счастью, без пострадавших. А началось все с полицейской погони. Стражи порядка пытались поймать нарушителя правил дорожного движения. С проблесковыми маячками, включенной сиреной, патрульная машина выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в их автомобиль врезается иномарка. От удара ее отбрасывает на встречную полосу. И уже там легковушки достается во второй раз. В нее въезжает еще один автомобиль. По факту ДТП сейчас ведется проверка. Кстати, удалось ли задержать нарушителя, из-за которого и столкнулись три автомобиля, не сообщается. Только за эти выходные на Кубани произошло больше 50 автомобильных аварий, в которых пострадали люди. Из-за превышения скорости случилось больше десятка ДТП. В них 15 человек получили травмы и увечья. В дорожных происшествиях пострадали и пешеходы. 20 отделались травмами из-за наезда авто. Двое погибли. С наступлением тепла в Краю увеличилось число аварий с участием мототехники. Здесь тоже не без жертв и раненых. Всего же за минувшие три дня правоохранители зафиксировали около 10 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. И к другим темам. 8 новых школ откроют в этом году на Кубани. Темпы их строительства сегодня обсудили на краевой планерке, которую провел губернатор Вениамин Кондратьев. Новые здания должны разгрузить существующие учебные заведения, а главное – ликвидировать вторую смену. Такое поручение всем регионам страны дал Владимир Путин. В Краснодарском крае пошли по пути строительства школ по типовым проектам. В одной из них в Краснодаре сегодня уже прозвенел первый звонок. Мария Крошная пообщалась с новоселами за партой. Больше похоже на какой-то развлекательный центр. Когда я ехала, думала, ну как, будет хорошо мне там или нет, где я сяду, с кем. Очень большая, тут и лабиринт какой-то. Когда я села за партой, у меня были мурашки, потому что я немного нервничала. У этих ребят сегодня второй раз за учебный год наступила 1 сентября. Новая школа, новый класс, новые парты. Здание построено по типовому проекту и отвечает всем требованиям. Есть компьютерные и танцевальные классы, кабинет иностранного языка, музыки, большой спортзал и столовая. Всего 16 учебных классов. Назвать корпус пристройкой язык не поворачивается. Это самостоятельное здание. Возвели его всего за год. Очень ждали переезда в эту школу. Очень рады этому переезду, потому что случилось. Школа красивая, вы видите, чистая, новая. Все оснащено по последнему слову техники. И учебными пособиями нас обеспечили. Это первая школа на Кубани, возведенная по федеральной программе. На строительные работы и закупку оборудования из бюджета всех уровней было выделено порядка 360 миллионов рублей. Посмотреть новую школу и пообщаться с учениками и учителями приехал губернатор. Один из первых классов, куда заглянул Вениамин Кондратьев в кабинет иностранного языка. Он отличается от всех остальных. У каждого ученика свой стол, оснащенный специальным оборудованием. Губернатор признается. Впервые такой класс увидел много лет назад, когда в университет поступал. Такая система позволяет учителю индивидуально общаться с каждым учеником на иностранном языке. Все понятно, мне все слышно. Очень им это все понравилось. Это все в новинку. На доску смотрим на текст, песенки поем друг другу, подсказываем, все разговариваем, общаемся. В общем, здорово. Склошные плюсы. Это обычная наша школа типовая. И такой лингофонный кабинет, конечно, гордость, я считаю, и необходимость для наших сегодняшних деток, чтобы они, конечно, были интегрированы в мировое сообщество. Строительство пристройки к 66-й школе позволило не только разгрузить образовательные учреждения и ликвидировать вторую смену, но и ввести дополнительные классы для общего развития детей. Хорошая школа? Да. Нравится здесь. А раньше вы учились в какой-то школе, которая основная, вот эта. Ну, там было тесно, а здесь уже попросторнее. По количеству учащихся во вторую смену Кубань в числе лидеров по стране. Занятие после полудня начинается более чем у 20% школьников. И особенно сложная ситуация в Сочи и Краснодаре. Именно туда сегодня в первую очередь бросают все силы, чтобы решить проблему и выполнить поручения президента страны. Строят здания по типовым проектам. Таким образом, в этом году по всему региону откроют 8 новых школ, больше чем на 3,5 тысячи мест. Но чтобы полностью ликвидировать вторую смену, этого недостаточно, говорит Вениамин Кондратьев уже на планерке. Необходимо продолжать возведение новых учебных заведений. Глава не только крупных городов, но и небольших муниципалитетов. Губернатор поручает выделить земельные участки, предназначенные только под строительство школ. Типовые школы, все прошли экспертизу. Теперь их необходимо просто привязывать к участкам, к конкретным участкам и начинать строить. Есть ли эти участки, к которым нужно их привязывать. Вот это тоже вторая огромная проблема, которая возникает. Особенно она сложная для краевой столицы, для Краснодара. В этом году масштабная стройка начнется сразу в нескольких городах. В регионе планируют заложить сразу 10 школ, а это еще 10 тысяч новых мест для учеников. Особое внимание, конечно, к краевой столице. Там возведут сразу 6 учебных заведений. Сейчас городские школы трещат по швам. В прошлом году в Краснодаре даже был установлен всероссийский рекорд. 21 параллель первых классов. Исправить ситуацию в краевой столице, мэр Евгений Первышев планирует в течение ближайших нескольких лет. Мы достаточно серьезные взяли темпы по строительству социальных объектов. Вот если сбоя не произойдет, а я уверен на 100% не произойдет, то в течение трех лет мы поставленную вами задачу выполним. Чтобы уложиться в заданные сроки, заместитель губернатора по социальным вопросам Анна Менькова советует обратить внимание на еще одну проблемную часть города – хутор Ленина. Школу там не могут достроить с 2013 года. Больше ситуация не терпит отлагательств. Ситуация с хутором Ленина. Это школа. Впервые за много лет мы нашли на нее финансирование из краевого бюджета. Профинансирован объект. Просто нужно очень напрячься городу. Школу нужно сдавать. Ни один другой субъект страны ежегодно не перерастает населением так, как Краснодарский край. В городах Кубани строятся новые микрорайоны. А значит, сегодня думать нужно не только о том, как решить уже созревшую проблему, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Важно не допустить подобной ситуации через несколько лет. Сегодня на территории Краснодарского края сформировано 117 земельных участков для строительства общеобразовательных школ в 32 муниципальных образованиях. То всему краю сейчас к коллегам обращаюсь. Вы когда даете разрешение наследство на жилой дом, то примерно прикидывайте хотя бы примерно. Вот если этот дом будет заселен и какое-то количество детей будет в каждой квартире находиться. Вот они в какой детский садик пойдут и в какую школу. Тогда пойдете понимать со всей ответственностью, давать разрешение или не давать. В любом случае, то есть сегодня землю вы по-любому резервируете для школ. Проекты по-любому вы готовите. Вопрос, когда начнется строительство школ, я вам поручаю приоритет расставить. Но то, что мы начнем строительство школ по всему краю и построим, это однозначно. Строительство школ сегодня в приоритете у краевой власти. Такое же отношение к этому вопросу должно быть на местах, акцентировал Вениамин Кондратьев. Ведь только общими усилиями можно сделать обучение детей на Кубани качественным и комфортным. Еще одним вопросом планерки стало приведение краевых и их федеральных дорог в порядок. Уже через два месяца в регионе стартует курортный сезон. К этому времени должны быть убраны все обочины и лесополосы, отметил Вениамин Кондратьев. Ремонт автомагистрали уже идет. А информация о том, когда и на каких дорогах будут проводиться работы, должна быть в открытом доступе, поручил губернатор. Уже, можно сказать, весна в разгаре. Ну когда-то мы ремонтировать будем? Зимой, что ли? 2 миллиарда 600 миллионов в крае выделяют только потому, чтобы эти дороги на самом деле стали дорогами, а не направлениями или колдобинами. Мы исходим из того, что уже люди обратились, и мы уже реагируем на просьбы жителей Краснодара, а не на протокол чьей-то. Мы на жизнь реагируем. Вот в чем разница. Дайте мне в течение недели. И в интернете, и в средствах массовой информации, чтобы люди прочитали, улица такая-то, ремонт начнется тогда-то. Вениамин, завтра опубликуем четкий график. Четко, чтобы любой сегодня автолюбитель в городе знал, что Новороссийская начнет ремонтироваться такого-то числа, а закончится такого-то числа. И тогда не будет вопросов, по большому счету. И они все будут контролировать вот эти сроки. Напомню также, что с 1 марта в регионе стартовал двухмесячник по благоустройству, а 8 апреля в крае пройдет Всекубанский субботник. Вопросы первому лицу от четвертой власти. Сегодня журналисты региональных СМИ со всей России пообщались с Владимиром Путиным. Встреча прошла в рамках медиафорума, который уже в четвертый раз проводит Общероссийский народный фронт. Все подробности знает моя коллега Ксения Ермолаева. Привет, Ксюша. Здравствуй, Паша. СЛЁД ежегодно собирает сотни лучших корреспондентов страны, которые поднимают проблемные и социально значимые темы и помогают находить ответы на порой очень сложные вопросы. В этом году в их числе на встречу отправилась и журналист телеканала Кубань-24 Анастасия Боровикова. Подробности через секунду. Автор и ведущая проекта «Горячая линия» Анастасия Боровикова стала призером конкурса фонда ОНФ «Правда и справедливость». Она представила сразу несколько работ в разных номинациях, а награду получила за программу, посвященную качеству дорог. Сегодня на встречу журналисты-победители смогли задать вопросы президенту. Говорили о будущем российского интернета, о периодических изданиях, патриотическом воспитании, поддержке культуры и спорта. Ближе к завершению встречи Владимиру Путину устроили блиц-опрос. Спрашивали, какую музыку и литературу любят гаранты, даже кто первым полетит на Марс. Пространство свободы в интернете, когда через вбросы, причем автоматические вбросы, автоматические вбросы, ведь же автомат может начать призывать к чему-то, агитировать за что-то, просто делается из какого-то одного центра. Конечно, государство должно как-то иметь это в виду и купировать возможную угрозу. Задать вопросы Владимиру Путину напрямую успели не все, но каждый смог оставить письменное послание президенту. На площадке медиафорума был установлен куб, куда представители СМИ клали свои записки. Сразу две страны сегодня обрели новых президентов. В Эквадоре победу на выборах одержал кандидат от правящей партии страны Ленин Морена. Политик пообещал избирателям самое честное правительство в истории и избавить Эквадор от коррупции. Очень знакомое имя у нового президента Эквадора. Ну, если, Паша, ты про схожесть с вождем Советской России, то его действительно назвали в честь Владимира Ильича. Но не только поэтому он может быть тебе знаком. Морена активно поддерживает людей с ограниченными возможностями, за что был выдвинут в 2012 году на Нобелевскую премию мира. Кстати, соперник Морена заявил, что будет требовать пересчета голосов. Его сторонники уже вышли на акции протеста. Во второй стране, надеюсь, выборы прошли спокойнее? Гораздо. Сегодня почитали голоса избирателей в Сербии. Новым главой государства стал премьер-министр Александр Вучич. Прощание с целой эпохой в Центральном доме литератора в Москве проводит поэта Евгения Евтушенко. Сегодня об этом сообщил его помощник. Дата похорон еще уточняется. Скорее всего, это будет 7 или 8 апреля. Дадут проститься с легендой литературной эпохи и почитателям творчества поэта в Америке. В городе Талса, где он жил, пройдет отпевание. Панихиду организуют в университете, где литератор преподавал. Евтушенко перед смертью попросил похоронить его в писательском подмосковном поселке Переделки, на рядом с могилой Бориса Пастернака. Не печалюсь о смерти и бессмерти не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда. И я больше не буду никогда, никогда. Не стало Евгения Александровича накануне в клинике США. У него была четвертая стадия рака. В июле поэту исполнилось бы 85 лет. Медведь-предсказатель погоды поселился в Ярославском зоопарке. Сотрудники решили проверить метеорологические способности Косолапова и предложили ему угадать, каким будет лето 2017-го – дождливым или солнечным. Для этого испекли специально для медведя сразу два торта в виде солнца и рыбы. В состав первого лакомства вошли варенье, хлеб и сгущенка. Второй торт был сделан из рыбы и моркови. Недолго думая, Мишка сделал свой выбор. Победил, конечно, сладкий вариант. Бурый полакомился, а россияне теперь спокойны за летние каникулы. Ведь июнь, июль и август, согласно Косолаповому предсказанию, будут теплыми. И напоследок о белухах. На Аляске может исчезнуть редкий вид животных. Причина в утечке нефтепродуктов. Как это произошло? Это же практически экологическая катастрофа. Ты прав. В заливе Кука произошла утечка на месторождении нефти. На поверхности воды образовались маслянистые пятна. Именно они угрожают жизни 340 белух. Это уже не первый случай, когда животные оказываются в смертельной опасности из-за неисправного оборудования. В этом году из трубопровода произошла утечка газа. Но тогда все закончилось хорошо. Спасибо, Ксения. А мы движемся далее. Кубанские врачи спасли годовалого ребенка. Мальчик получил обширные ожоги тела и мог не выжить. Его срочно доставили специалистам в краевой больнице. Несколько дней медики боролись сначала за жизнь ребенка, а после и за его будущего. От несчастного случая у мальчика не останется ни одного шрама. О достижениях медицины и невероятных операциях расскажет Валентина Бекшаева. Вертолет санавиации перевозит маленького пациента. У Гудовалова гора термический ожог 25% тела. Опрокинул на себя кастрюлю с супом. Первую помощь мальчику оказали в Сочи. Затем консилиум врачей принял решение срочно транспортировать гора в Краевую столицу для проведения раннего хирургического вмешательства. На вертолете его забрали сюда. За 40 минут доставили. Тоже огромное спасибо. Так везли бы намного дольше. И неизвестно, что там в дороге, как нам объяснили. Огромное спасибо, что я могу сказать всем докторам, тем более здесь в Краснодаре. Годовалому гору убрали 12% поврежденных тканей. Еще 6% пересадили. Столько же понадобилось рюневых тканей. Благодаря этой операции ожоги у мальчика заживут в два раза быстрее. И самое главное, у ребенка практически не останется рубцов и шрамов. В год со всего края в ожоговый центр поступает 3000 пострадавших. Половина из них – дети. Это лучший центр, который оказывает специализированную помощь в стране. Такой системы нет ни в одном регионе. Уникальность этой системы заключается в том, что когда ожоговая рана относительно чистая, чтобы она не нагнаивалась, не воспалялась, мы пациента берем сразу в операционную, обрабатываем и при чистой ране есть возможность накладывать инновационные раневые покрытия. Без инноваций не обходится и в центре грудной хирургии. Пациентов спасают от инфарктов и заболеваний сосудов при помощи современных технологий. Вот уже 15 лет здесь делают бесплатные операции на сердце, причем не только жителям Кубани, но и всей страны. Мы здесь первые в России начали днем и ночью принимать больных с острым коронарным синдромом. Туда приводят людей, у которых сердце остановилось, и начинают их реанимировать в скорой помощи. Здесь их интубируют, здесь им делают дефибрилляцию, заводят сердце, и они живы. Только за 2016 год в центре грудной хирургии провели больше 15 тысяч операций. Восстановили работу сердца с помощью имплантата нового поколения, удалили сложную опухоль правого предсердия, прооперировали ложную аневризму больших размеров. И это далеко не полный список смертельных болезней, от которых врачам Краевой клинической больницы Очиповского удалось спасти тысячи жизней. Валентина Бекшаева, Денис Горбунов, Кубань, 24, Краснодар. О достижениях кубанской медицины пойдет речь и в вечернем ток-шоу «Через край». Гости в студии расскажут, какие высокие технологии доступны для нашего здоровья. Не пропустить сначала в 20-30, сразу после фактов. Километры сетей, сотни удочек и десятки браконьерских лодок. Это лов рейдовых групп, которые работают в Темреховском районе. Специалисты сразу нескольких ведомств объединились, чтобы закрыть нарушителям закона не только лиманы, где сейчас запрещен лов рыбы, но и рынки. В студию уже зашла Анастасия Дешина. Настя, привет. Ты весь день провела в рейде. Расскажи, за прилавками тоже браконьеров ищут? Нет, их подельников. Дело в том, что некоторые продавцы, несмотря на повсеместный запрет на рыбалку, все-таки берут незаконный улов на реализацию. А как наказывать за такую торговлю? Штрафами, причем довольно немаленькими. Кстати, сами продавцы понимают, что нарушают закон. Поэтому, увидев издалека рейдовую группу, стараются быстро спрятать товар или вовсе бросаются в бега. Впрочем, все подробности в сюжете. Так началось утро в станице Запорожской. Рейдовая группа в составе сотрудники Краевого департамента потребсферы, Россельхознадзора, полиции и ветконтроль. Приехала на ярмарку в станицу Запорожскую найти тех, кто хочет зарабатывать на продаже рыбы в обход установленных законом правил. Еще несколько минут назад на прилавке у этого мужчины был судак. Но стоило проверяющим отвернуться на мгновение, товар исчез. В багажнике машины еще рыба. Но это для себя, говорит мужчина. А на будущее интересуются, как зарабатывать, чтобы не нарушать закон. Если вы для реализации должны оформить документ, подтверждающий правомерное приобретение вами, то есть это или накладная, или закупочный акт, или договор купленных. У кого продавцы ничего не дают? Вы обратитесь к продавцу. Нет, значит, обратитесь к руководству рынка. Руководство рынка сориентирует вас, какой документ нужен. Чуть дальше еще один реализатор. Едва заметив проверяющих, женщина спешно убирает рабочее место. Желание общаться с представителями закона продавец не проявляет и предъявлять документы не хочет. Конструктивного диалога не получилось, пока на помощь не пришел местный участковый. Предпринимательницы торгуют хоть и разрешенной для продажи рыбой, но вот документов на азовского пузанка у нее нет. Поясните мне по документам представленные. Что? А вот накладная, а вот эта рыба где здесь указана? Следующая точка оказалась уже на трассе. Недалеко от станицы Варениковской мужчина развернул импровизированную витрину. В ассортименте карась, пеленгас и судак. Их вылов и реализация сейчас под запретом. Период нереста в самом разгаре. Владимир, так представился продавец, рассказал, что с удочкой не сидел, а рыбу купил пару часов назад. Вы знаете, что запрещено сейчас торговать пеленгасом и судаком? Да понятия не имею. А где? Ну вообще всей рыбой запрещено. Я сейчас приду с красноперкой встану и то же самое получится. Здесь конкретно судак и пеленгас. Я не знаю, мне вот что привезли у нас с багажника, выкинули. Будешь покупать? А чуть позже он так разоткровенничался с правоохранителями, что даже рассказал, как нужно сделать, чтобы начать здесь бизнес. Вы сейчас берете табличку и пишете, куплю рыбу. Вот так встанете, вас не знает человек. Подъедет, жигули, откроет багажник, вам сдаст рыбу, и вы можете стоять и торговать ей. Всем реализаторам придется заплатить штраф за нелегальную торговлю. Но и поставщикам уйти от ответственности не получится. На тех, кто ловит рыбу во время ее нереста, тоже объявлена охота. Браконьерские сети обнаружат и конфискуют. Это экономический подрыв их деятельности. То есть, вы понимаете, сегодня сетку поставил, я ее забрал. Завтра ты пришел, поставил. Послезавтра, а на четвертый день у меня кончились деньги покупать эти сетки. Во время нереста на Кубани действует запрет на добычу некоторых видов рыбы. Например, пеленгас и судак. Так что, если специалистам и удается пресечь нарушения в торговле этой рыбой, то вот доказать, что она была выловлена именно в нашем регионе, практически невозможно. Анастасия Дешина и Артур Завада, Кубань-24, Темрюкский район. Настя, скажи, а зачем выяснять, где рыба была выловлена? Ну, если это был другой регион или, например, частный пруд, где ее разводят как раз для продажи, тогда нарушений нет. На рынке реализатор обязан предоставить целый пакет документов. В нем прописано, у кого он приобрел рыбу и где она плавала до того, как попала на прилавок. Но чаще всего таких документов не оказывается и, скорее всего, улов браконьерский. Настя, спасибо. Идем далее. В Цеместскую бухту Новороссийска сегодня вошли барбаросы Биукада. Это турецкие военные корабли. Они прибыли в порт для совместных учений «Морская звезда-2017». На берегу иностранных военных встречали хлебом с солью, а оркестр исполнил легендарную «Катюшу». Также эскорт сопровождал корабль военно-морского флота России. Судно «Адмирал Григорович» спустили с верфи всего три года назад. Однако за небольшой промежуток времени фрегат принял участие в крупных боевых операциях. Это самый современный корабль Черноморского флота на настоящий момент. Наиболее хорошо оснащенный технически. Поэтому корабль постоянно принимает участие в различного рода учениях. Был участником учений «Кавказ» в прошлом году. Постоянно подвергается учению мероприятиям по плану внезапной проверки готовности востей Южного округа. Турецкие корабли проведут в российской акватории несколько дней. Иностранные моряки возложат венки к вечному огню и сыграют с нашей командой в мини-футбол, а затем приступят к отработке боевых целей. Напомню, совместные русско-турецкие учения последний раз проходили около пяти лет назад. В Ейске появился новый сквер. Он занимает более полутора гектаров городской территории. Его разбили в честь 80-й годовщины Краснодарского края, которую наш регион отметит в сентябре. Внести свою лепту в озеленение Ейска решили местные предприниматели, чиновники, казаки и ветераны. Каждому, кто взял в руки лопаты, достался определенный квартал нового сквера. По центральной аллейке у нас справа и слева будет платановая аллея. Затем у нас идет ликвидамбер, после которой у нас будет липа. Но на этом не заканчивается. Мы будем высаживать дальше декоративные растения вдоль дорожи, которые будут спланированы уже позже. Новый сквер заложили в микрорайоне, где планируется комплексная малоэтажная застройка. Отведены участки под школу и детский сад. Пока деревья укореняются, их будут охранять. А далее шество над зеленой зоной возьмет ейская молодежь. Один из тысячи в Сочи подвели итоги городской акции среди таксистов. Главный приз автомобиль получил Дмитрий Сырцев. Именно его номер стал счастливым и превратился в новенькую иномарку. Начал билет доставать, смотреть, мой вообще номер, не мой. Какой номер у меня, я и не помнил уже. Посмотрел, обрадовался, говорю, это же я. Организовали конкурс 30 компаний-переводчиков совместно с сочинскими предпринимателями. Главная цель акции – повысить престиж профессии таксиста и, конечно, качество обслуживания клиентов. Испытать удачу могли только сочинские шоферы, которые каждый день курсируют по дорогам курорта. Мы хотим вывести из тени тех нелегальных перевозчиков, которые на сегодняшний день ездят и вот по черным флагам. Для нас это важно – обеспечить безопасность жителей и гостей с дочи. Понимаете, мы все часто ездим на такси, хотелось бы сесть в такси и знать, что водитель официал, легал и ничего не случится с пассажиром. Те таксисты, кому в этот раз не покорилось первое место, без подарков не остались. Водителям выручили мобильные телефоны, планшеты, видеорегистраторы. А также то, без чего законопослушный автовладелец никогда не заведет двигатель машины, огнетушители, аптечки и знаки аварийной остановки. Но побороться за главный приз они смогут через пару месяцев. Тогда фирмы городских перевозчиков еще раз раскрутят колесо фортуны. Это «Вечерние факты», движемся далее. В станице Новопокровской школьники путешествуют во времени. Из 21-го в 19-й век на уроках кубановедения их переносит Сергей Соловцов. Пенсионер сумел создать портал в прошлое из камыша и веток деревьев. Не буквально, конечно, мастер построил казачью хату, где в мельчайших деталях отобразил быт жителей Кубани 1890-х годов. Как сжать историю до 20 сантиметров, расскажет Вероник Староженко. Надо на... подуть. Так как сильнее? Сильнее? Нет. Еще. Вот. Подул ветер, мельница закрутилась, а еще можно набрать воды из колодца и даже в хату зайти. Это не просто макет, а фактически действующее казачье подворье, только в миниатюре. Это забор горизонтального плетения, а это вертикального плетения. Делали и так, и так. А это хозяйки мыли, кринки, у всех же коровы были там, что? Кринки, горчки мыли, на забор вешали. Дом Сергей Соловцов построил из дерева и камыша. Эти же материалы использовали и казаки в 19 веке. Если увеличить дом до реальных размеров, в нем смело можно жить. Правда, будет скучно. Стол, стульев не было, лавки были, кровать, русская печь с лесенкой, чтобы залезать можно было на нее. Там чугунок, кочерга, ухва, дрова. Здесь зеркальце, вешалка. Так и тянутся руки все пощупать. Но казачье подворье почти музейный экспонат. Свои работы автор представляет в школах. Это лучшее место для экспозиции, говорит Сергей Соловцов. До пенсии 42 года он проработал учителем технологии. Возможно, поэтому у него так ловко получается совмещать технический опыт с творческой мыслью. Там русский дух, там Русью пахнет. Одна из первых работ Сергея Федоровича – живое воплощение сказки Пушкина. К примеру, если мы скажем знаменитую фразу «избушка-избушка», «поверните ко мне передом, а к лесу задом», то словно по волшебству избушка сделает разворот. В дом на курьих ножках мастер даже электричество провел. Работа хоть и кропотливая, но результат говорит за себя. Увлекаешься, утром встаешь и уже позавтракал, и уже тянет только туда идти. Над этим макетом я трудился интенсивно три месяца, всю зиму, чтобы было похвастачем. Когда люди восторгаются, им неприятно. А восторгаться есть чем в Новопокровской. Нет таких, кто не знал бы станичного мастера Сергея Соловцова. О нем часто рассказывают местные газеты. Статьи посвящают не только творчеству. Свои 75 соловцов участвуют во всевозможных акциях. Зимой катается на горных лыжах, летом его можно встретить на роликах. А свои работы на уроке кубановедения он привозит лично на велосипеде. Станичник уверен, на пенсии жизнь только начинается. Вероника Сраженко, Николай Сезоненко, Кубань-24, Новопокровский район. Будущим владельцам квартир в Краснодаре сделали музыкальный подарок из 90-х. Строительная компания «ГИК» провела встречу с клиентами и партнерами в необычном формате. Пригласила их на дискотеку «Звезд конца прошлого века». Она прошла в спортивном комплексе «Олимп». Гостями стали больше 5000 человек. Презентация в таком стиле прошла в Краснодаре впервые. Мы с удовольствием объявляем о старте строительства нового современного жилого комплекса «Времена года-3». И всех приглашаем на настоящую дискотеку 90-х. Давайте вместе с вами сегодня насладимся весенним настроением, хорошей компанией и отличными песнями, которые стали для нас уже музыкой на все времена. Жилой комплекс «Времена года» расположен на улице Петра Метальникова и обладает современной инфраструктурой. Парковки, детские и спортивные площадки, рядом с комплексом торговые центры. Компания является одним из ведущих застройщиков краевой столицы. По специальным программам купить жилье на льготных условиях могут соцработники, студенты и молодые семьи. Сменили бархатные пляжи на ледяной покров. Первый в истории чемпионат России по волейболу на снегу состоялся в Красной Поляне. Игроки и зрители поднялись выше тысячи метров над уровнем моря. В соревнованиях участвовали 16 женских и мужских команд. Большинство из них профессионалы, которые играют в классический и пляжный волейбол. Например, пара Александра Моисеева и Екатерина Сырцева считают, побеждать в снежных условиях гораздо сложнее. Присутствует такой немножко эффект неожиданности. Ты можешь рассчитывать прыгнуть, а на самом деле ты не прыгнешь. В лучшем случае, а то и упадешь. Но есть такое вот что-то. Мне кажется, этот вид еще более координационный, чем пляжный волейбол. Потому что тут чуть-чуть ты расслабился, на секунду все. Собственно, ты уже лежишь. Дисциплина эта молодая и пока непривычная. Снежный волейбол Минспорта России официально зарегистрировала в конце 2016-го.